Добрый вечер, Владивосток! Добрый вечер, зрители программы «Дело века». Правда, в этот теплый субботний вечер говорить о делах как-то не очень хочется. Весна уже давно вступила в свои права, и несмотря на то, что 1 апреля прошло, шутки и веселые розыгрыши будут преследовать нас весь этот месяц, так что не принимайте все на веру. Не верьте, даже если вам скажут по телевидению, что через месяц отменят хождение доллара, или в мае, к примеру, запретят ездить на автомобилях с правым рулем. Как говорится, доверяй, но проверяй. А мы переходим к делу, и из сегодняшней программы вы узнаете. Люди-профессия, о которой сегодня пойдет речь, пожалуй, главные на телевидении. Сейчас, благодаря оператору, вы видите мою веселую мордашку. Или не видите. Ну, так-то, пожалуй, лучше. Благодаря работе оператора на телевидении получается самое главное – картинка или видеоизображение. Но сами операторы всегда остаются за кадром. Сегодня я предлагаю вам заглянуть по ту сторону телеобъектива. Это кадры нового клипа звезды российского шоу-бизнеса Валерии. Сам клип еще ни разу не появлялся на телеэкранах, и сама певица пока не видела этой работы. Сегодня режиссер Владивостокской компании и ДК Михаил Бобровник заканчивает монтаж видеоматериала. Этот клип полностью изготовлен в нашем городе. Сначала нарисован на бумаге. Так выглядит раскадровка будущего ролика. Затем часть видео по задумке режиссера смоделирована на компьютере. И, наконец, последняя часть клипа отснята оператором. Понял? Ну? Понял. Я тебе ритм задаю. Хочешь, мы тебя ругать, я радуюсь? Давай. Ходишь, как корола-то. Давай шевелись побыстрее. Эй, официанка! Давай пошустрее. Мы тут бабки башляем, а ты не ходишь. Я вас не вижу. Это все хорошо. Очень много приходится держать в кадре. Саму девушку, какой фон за ней, какое освещение при этом, не пошла ли тень, не вышло там что-то из кадра, не попало ли что-то лишнее. И как бы вот эти много факторов, вот это множество факторов приходится учитывать во время съемки, конечно. Владимир Осмирко – оператор высшей категории. На телевидение он пришел после киностудии «Дальтелефильм». И сегодня, проработав на Восток ТВ, ЛТВ, Прим, РТР, Владимир занимается в основном художественными съемками. Но работу таких специалистов мы видим довольно редко. Больше всего на местном телевидении востребованы новостные операторы. Их задача – успеть отснять главные моменты, пока происходят события. Побыстрее приехать, снять это может любой, каждый это сделает. Просто даже обыкновенно прийти, поснимать и все. Нужно, естественно, выбрать точку обязательно. На новостных, особенно на пресс-конференциях, мне нравится работать. Там за хорошие места идут просто драчка. Не любят операторы так называемые кабинетные съемки, когда вся работа заключается в записи интервью. Но каким бы ни было место съемок, новостейщики должны уложиться в предельно короткие сроки. Стоит отметить, что такой напряженный график работы существует только в региональных телекомпаниях. На центральных каналах ни операторов, ни репортеров не торопят. Еще одна специфика местного телевидения – многих лазьвастовских операторов можно смело назвать опытными любителями. В нашем городе нет даже курсов операторского мастерства. И на телеканалы приходят в основном фотографы. Кстати, Владимир Асмирко тоже начинал с фотографии. Правда, учиться в свое время он пришел на дальтелефильм. Учеба – понятие тонкое. Когда возле мастера ты смотришь, как он делает. В разных ситуациях – в командировке, на работе здесь, отношение к работе. Это тот, кто хочет учиться, тот всегда научится. Одного из лучших операторов дальтелефильма Василия Рещука Владимир считает своим учителем. Они и сегодня, спустя много лет, поддерживают теплые отношения. Владимир по-прежнему обращается за советом к мастеру. Эти удивительные фотографии, которые, кстати, в марте можно было увидеть на выставке в музее Арсеньева, Владимир отснял в прошлом году во время поездки на север Индии. Частые командировки – тоже специфика работы оператора. А видеоматериал, отснятый во время последней поездки, стал основой для фильма «Листы сада Индии». Фильм полон медитативного спокойствия. Это философское созерцание экзотической для нас природы величественных Гималаях. Владимир увлекается восточной философией и многие принципы, принятые в буддизме и других древних религиях, переносит на свою жизнь. Если человек призван быть художником, оператором, композитором, понимаете, если у него есть канал реализации, если человек может улавливать эти высшие состояния красоты, гармонии, которые есть в мире и передавать эти состояния людям, то есть быть мостиком между обыденной жизнью человека и тем высшим, что уже от Творца присутствует в мире, то человек на этом участке фронта и находится. На сегодняшний день своей главной миссией Владимир считает работу оператора. Я продолжаю прогуливаться по вечернему Владивостоку, уже порядком под замерзнув, а вы продолжаете смотреть программу «Дело века». И мы подошли к рубрике «Под знаком пиар». Сегодня вы в ней увидите также работы талантливых операторов, как, впрочем, и режиссеров, и сценаристов. Я имею в виду веселые оригинальные рекламные ролики. Их тематика продиктована самой весной. Это романтика, любовь, он, она. Суши! Действительно, весна действует благотворно. И в первую очередь это сказывается, я думаю, как вы видите, на нас, на мужчинах. Хотя и на женщин она тоже действует благотворно. Но давайте скажем, что при этом мы очень разные. И вот эти наши различия, эти специалисты в рекламе и в пиаре очень часто используют в своих корыстных целях. Именно об этом я и хотел сегодня поговорить. А начать, я думаю, нужно с определений. Давайте посмотрим, кто они, настоящие мужчины. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...